Италия поможет Украине восстановить драмтеатр в Мариуполе. Об этом в своем твиттер сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини. Кабинет министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству. Огромное спасибо. Кто бы еще вернул человеческие жизни? Санкционные ставки растут. Соединенные Штаты Америки хотят забанить все российские криптоадреса. Сенатор Элизабет Уоррен представила новый санкционный законопроект, целью которого будет отследить все адреса в крипте, связанные с Россией, и запретить местным компаниям взаимодействовать с ними. ПСАКИ. Поставки оружия США в Украину идут раз в день или раз в два дня. Дополнительная военная помощь будет передаваться столь же быстро. Член британского парламента Тобиас Элвуд призывает компании, еще работающие в России и платящие там налоги, покинуть страну, развязавшую войну против Украины. В Соединенных Штатах заявили, что оперативно передают Украине разведданные о действиях ВС Лаптистана. Подробнее говорить по этой теме публично заместитель министра обороны США Рональд Малтри отказался. Вот и хорошо. Только пять стран согласились не арестовывать российские самолеты, а именно Венесуэла, Куба, Аргентина, Шри-Ланка, Кыргызстан. Что ж, друзей у Москвы все меньше и меньше. Согласно последнему обзору Минобороны Британии, российские войска достигли минимального прогресса на суше, на море и в воздухе за последние дни. В британской разведке отметили, что оккупанты продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах. Украинская оборона оценивается британскими военными как стойкая и хорошо скоординированная. Кроме того, непрекращающиеся украинские контратаки вынуждают Россию отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения. Это сильно ограничивает наступательный потенциал РФ. В британской разведке также добавили, что неуверенному вторжению России препятствуют логистические проблемы. Нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют РФ эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо, заявили в ведомстве. Британский регулятор СМИ отозвал лицензию финансируемого Россией телеканала РТ на вещание в Великобритании. Решение было принято после расследования по освещению вторжения России в Украину. Белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского придет на помощь ВСУ в прорыве блокады Мариуполя. На стороне ВСУ сражается множество белорусов и поток добровольцев не перестает расти. 71% населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие положительные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых социологов с интервалом в полторы недели. И кто-то нам еще будет рассказывать, что в происходящем виноват исключительно Путин, народец генетических терпил имени Первого канала. Окупанты пускают в ход пранкеров. Глава Минобороны Британии раскусил подставного премьера Шмыгаля. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины. Он задал несколько обманчивых вопросов, и когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок. Уоллес добавил, что ни одна российская дезинформация, искажения и грязные уловки не могут отвлечь внимание от нарушений России прав человека и незаконного вторжения в Украину. Отчаянная попытка. Настоящий украинский премьер Денис Шмыгаль обратился к Уоллесу в Твиттер. В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово «поляныца», прежде чем начнете разговор. Президент Европарламента Роберто Мецоло высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ. Доки мы купуем российский газ, мы даем им гроши на новие танки. Верещук. Мы подняли вопрос о поиске тел погибших. Дело в том, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел. Зачем им свидетельство своего поражения? Нет тела, нет дела. А бабы еще нарожают. Российские военные уже не верят в свою технику и оружие. Чтобы выжить в Украине, обращаются к шаманам и гадалкам. Об этом свидетельствуют очередные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ. В частности, один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в РФ и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды. В ответ мать напоминает, чтобы для защиты захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотался лентами полностью, но без обряда никуда. Смотрите по ссылке под этим видео. Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам. Не нужно совершать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь из Украины. Так сохраните свою жизнь, ибо если останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – погребальный. В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде рассказали, что обстреливают рашистов в том числе и агитационными листовками. 122-мм снаряды взрываются в воздухе и открытки падают на позиции орков. Там подробно расписан алгоритм сдачи в плен с гарантиями сохранения жизни, гуманным отношением, возможностью телефонного общения с родными, амнистией и возвращением домой после завершения боевых действий. Генштаб. В СУ уничтожили 30% личного состава вооружения и военной техники 252-го мотострелкового полка Западного военного округа России, ведущего боевые действия на территории Харькова и Изюма. Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева. Сегодня воздушные силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага. По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация воздушных сил. Зенитные ракетные войска воздушных сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов-оккупанта, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов. Пентагон заявил, украинская армия установила рекорд по эффективности использования противотанковых комплексов «Джевелин» на 112 выстрелов, 100 точных попаданий в цель. Боевые потери врага по состоянию на 18 марта. Закрываем небо над Киевщиной своими силами. Около 8.15 в Бучанском районе подразделениями ПВО сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК «Стингер». Катапультирование экипажа не отмечено. Самолет упал на временно оккупированной территории. Оперативная сводка Генштаба ВСУ. Идут 23-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Стратегические задачи разгрома ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются невыполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах. Также сообщается, что враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из центрального и восточного военных округов. В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ «Калибр» и боеприпасов в РСЗО «Смерч» на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении. На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей. На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят. Враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Окупанты более активно ведут разведку. Также отмечается, что российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия по организации инженерного и материально-технического обеспечения. В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, продолжает производить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны. В Донецкой области активных боевых действий враг не ввел, говорится в своде кинштаба. На Таврийском направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки. Вооруженные силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике. Сохраняем спокойствие, верим в вооруженные силы Украины. Победа будет за нами! Слава Украине! Слава Украине!